Неожиданно наиболее обсуждаемым стал четвертый вопрос повестки дня о награждении нагрудным знаком за заслуги перед городом, а также личность одного из претендентов – депутата Александра Савко. По установленным правилам в течение одного года этим знаком можно поощрить только двух человек. И в этом ограничении заключается ошибка Азовской думы, уверен депутат Юрий Голубев. Есть группы людей, которые считают, что вот Савко, допустим, достойный, спортсмены считают, да, что он достойный. Но я считаю, что есть более достойные люди. Тот же самый председатель городской думы Карасев, который без заработной платы тянет на себе и депутатство, и руководство думой, и руководство школой и так далее, тому подобное. Мнение Юрия Голубева, как и каждого человека, является субъективным. Тем не менее, депутат уверен, заслуги перед городом многих жителей ничуть не меньше, чем у Александра Савко. С моей точки зрения, Олексенко Нина Николаевна абсолютно достойный человек на эту должность, вернее, на этот статус. С моей точки зрения, Владимир Тихонович Фоменко сделал столько для города, что, извините, вряд ли кто-то найдется, который еще мог бы больше сделать по его линии, по архитектурной. А почему мы не можем сказать о том, что этого звания достоин Склярова Алексей Михайлович? Вы посмотрите, сколько сделано им тоже. А Калушев? При этом депутат, в принципе, не против поощрения своего коллеги, но при условии, что дума не станет ограничиваться только двумя награждениями в год. Депутаты-единороссы, сообща, встали на защиту однопартийца. Ввиду того, что мы часто бываем с ним на совместных мероприятиях, и спортивных, и околоспортивных, я вижу, с каким большим уважением к нему относятся и учителя. Но так получается, что в году 4-5 раз мы бываем на разных мероприятиях в 11-й школе, и я вижу, с каким большим уважением учителя 11-й школы к нему относятся. Звучали и другие доводы. Например, народный избранник никогда не отказывается от приглашений посетить какое-либо мероприятие, не оставляет без внимания просьбы о помощи. Кроме этого, Александр Савко избран в Думу уже в четвертый раз. Затем и сам кандидат на награждение решил рассказать о себе. Может быть, завышенная оценка моя. Но я до этого являюсь почетным гражданином села Круглого. Я там восстановил памятник, и мне дали такое почетное звание, поэтому до этого были у меня уже заслуженные звания. По поводу мастеров спорта, да, у нас их много, но первый призер Советского Союза нашего города – это являюсь я. Не было до меня никаких призеров. Призер чемпионата мира – тоже я. Поэтому то, что там спорт – это все понятно. Я очень люблю своих избирателей и всегда им помогаю. Депутат заверил, все, что он обещал сделать своим избирателям, будет выполнено непременно. Вы сделали правильный выбор. Благодарю вас всех. Второй кандидатурой на награждение знаком за заслуги перед городом стал главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский. В его поддержке депутаты оказались куда более единодушными. Что касается заявленных в повестке дня докладов, то, как обычно, большинство из них не прозвучало, так как уже были заслушаны на заседаниях профильных комиссий. Но при этом директор департамента ЖКХ Александр Самарич подробно ответил на вопросы народных избранников по организации дорожного движения. Так, на улице Инзинской, на небольшом расстоянии друг от друга, находятся два остановочных комплекса, новый и старый, расположенный почти на пересечении с улицы Васильева. Было предписание от ГИБДД на мое имя о том, что этот остановочный комплекс, старый, необходимо демонтировать. Но чисто де-юре мы должны демонтировать не сам комплекс, а перенести знак. Знак и внести изменения в проект организации дорожного движения, который находится в департаменте ЖКХ. Мы, согласно предписанию, внесли изменения в проект и перенесли знак, который соответствует ГОСТам и стоит на уже новом остановочном комплексе. Однако некоторые водители общественного транспорта, игнорируя знак и новый комплекс, продолжают останавливаться на старом, нарушая правила дорожного движения. Вся эта история затевалась для того, чтобы автобусы не останавливались на углу Васильева и Инзинской, не занимали единственную полосу и не заставляли автомобили выезжать на встречную полосу. Так как они это продолжают делать, они создают тем самым аварийную ситуацию, и мы с этим, я думаю, проработаем. Кроме этого, надо принять рациональное решение по старой остановке. Сам остановочный комплекс, также тут сейчас депутаты все присутствуют, он целый, он вполне удобный для людей. Так что, если у кого-то есть желание, чтобы мы его не демонтировали, не выбрасывали, давайте свои предложения, куда его перенести. У нас очень много мест, где люди стоят под дождем, ждут автобус. А возможно, и сами азовчане смогут посоветовать, куда лучше перенести старую, но вполне еще добротную остановку. Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азовинфо.